Здравствуйте! Информационный канал продолжит экспертное мнение. Сегодня хочу вам представить совершенно новое лицо. У нас в студии президент Союза Российских Городов Станислав Машаров. Здравствуйте! Здравствуйте! И наоборот, человек, которого знают все, тем не менее, тоже представляют, это глава Ижевска Юрий Тюрин. Юрий Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! И, Станислав Иванович, первый вопрос к вам. Что такое вообще Союз Российских Городов и чем он занимается? Союз Российских Городов – это организация, которая объединяет на своей площадке города нашей страны. Это не только большие и крупные столицы, это не только столицы регионов, это города поменьше. На этой площадке мы вырабатываем общее мнение для того, чтобы транслировать на федеральный уровень власти. На этих же площадках обсуждаются проблемы муниципалитетов, рассматриваются лучшие муниципальные практики для того, чтобы обменяться опытом. Ну и происходит общение руководителей города. Ижевск тоже входит в этот Союз? Ижевск входит в этот Союз, причем не просто входит, он является активным членом Союза Российских Городов. – Юрий Александрович, в таком случае какую поддержку чувствуете вы от Союза? – Это серьезная поддержка, потому как город устойчивое образование, и все города имеют пусть различную историю, но сегодня и проблемы, и положительные практики в городах России, они схожи. И поэтому вот встреча на уровне Союза Городов, Союза Уральских Городов, Ассоциации Уральских Городов, Ассоциации Городов по Волжье, они все дают возможность найти решение, чтобы не изобретать ничего. Как правило, кто-то уже ушел вперед. Точно так же мы своим положительным опытом делимся. Обмен опытом, а главное создание инициатив для выхода на федеральный уровень, потому что авторитет Союза, несомненно, больше, чем муниципального образования. – Про ассоциацию Уральских Городов еще поговорим. Вы, Станислав Иванович, я, насколько знаю, первый раз в Ижевске. Ваши первые впечатления, что уже удалось посмотреть? – Первый раз в Ижевске в роли руководителя городов, а на самом деле я был в Ижевске, наверное, лет 20 назад, еще совсем в другой роли. Приезжал сюда в роли тогда спортсмена, да. Играли мы с вашей командой и шестали, да. – Ну, то есть впервые за 20 лет, можно сказать. – Впервые за последние 20 лет. И достаточно времени сегодня было посмотреть. Город мы провели экскурсию городскую, помимо того, что успели поработать, еще и провели экскурсию. Съездили на завод, смотрели новый конвейер, который сегодня на автомобильном заводе работает. Я думаю, что это еще не все, что мы успели сделать в следующий день. – Вы приехали, я знаю, не просто так. Приняли участие в заседании Координационного совета Ассоциации города Урала, о чем Юрий Александрович как раз говорил. Юрий Александрович, почему наш город был выбран для проведения этого заседания? – Ну, я думаю, вообще встречи и Координационные советы проходят во всех городах. Почему именно сегодня? У нас положительная динамика в области работы по экологии. Мы действительно значительно продвинулись во многом благодаря нашим промышленным предприятиям, которые провели реконструкцию, в том числе и очистных сооружений, и системы фильтрации при выбросах. Но и в городе ведется работа по формированию городской среды, и поэтому наш председатель выбрал местом проведения этого Координационного совета, город Ижевск. А мы с удовольствием дали согласие, поскольку это наши коллеги, наши друзья, которых я уже хорошо знаю, и я всегда рад гостям. Станислав Иванович, какие-то принципиальные решения были приняты на этом заседании, которые потом отразятся на развитии уральских городов? Сегодня достаточно серьезный разговор состоялся, и были презентованы лучшие муниципальные практики как раз в области экологии. Озвучены проблемы. Проблемы везде схожи на самом деле. И одной из проблем является сегодня то, что деньги, которые поступают сегодня в виде платы за нарушение правил экологии, поступают в городской бюджет обезличенно. И не всегда у руководителей городов есть возможность эти деньги потратить именно по назначению, по экологическому назначению. Поэтому сегодня одно из решений, которое мы сегодня приняли, обратиться на федеральный уровень для того, чтобы поменять положение бюджетного кодекса и договориться о том, чтобы у нас появился целенаправленно деньги на экологию, появился какой-то экологический фонд, наверное, по прототипу транспортного фонда, который сегодня есть, для того, чтобы эти деньги аккумулировались именно в фонде и тратились на цели экологии. То есть я правильно поняла, вот ваш союз – это не просто площадка для обмена мнениями, есть возможность реальная получить какую-то финансовую поддержку? Вы знаете, мнение, которое транслируется от имени городов, это мнение не одного города, это мнение всех городов, оно транслируется на федеральном уровне. И, конечно, такой голос более слышен на федеральном уровне. Мы общаемся и в министерствах, общаемся и в Госдуме, и в Совете Федерации, представляя как раз мнение городов. Не всегда на федеральном уровне видно то, что творится в городах, и те вопросы, которые поднимаются, не всегда слышат на федеральном уровне. Именно ассоциации для этого и работают, и для этого работает Союз Российских Городов, и для этого работает Ассоциация Города Урала. Вы уже упомянули 2017, это год экологии. На Ваш взгляд, какие экологические проблемы нужно решать в первую очередь? Экологические проблемы в городах практически везде одни. Тем более касается больших крупных городов Урала, там, где сосредоточены металлургические производства. И сегодня как раз говорилось о том, какие предложения мы можем дать на федеральный уровень для того, чтобы сократить выбросы. Для того, чтобы провести инвентаризацию зеленых насаждений, которые сегодня есть в городах. Какой опыт по утилизации твердых бытовых отходов есть в городах, которые сегодня были представлены на ассоциации. Вот эти сегодня все вопросы у нас обсуждались. А вот интересно, кто с этими проблемами обращается? Городоначальники или, может быть, сами горожане? Ну, конечно, горожане всегда должны видеть ту работу, которая делается в городе. И проблема, если она возникает, это всегда видно на уровне именно простого жителя, который выходит и увидел неухоженный двор, увидел неубранный мусор, увидел несанкционированную свалку. Поэтому сигналы всегда поступают от горожан. Юрий Александрович, в этом году города Удмуртии впервые получат федеральные субсидии на комфортную городскую среду. На что конкретно нацелена эта программа? Мы поделились с нашими коллегами. Действительно, наш город получит 179 миллионов на ремонт дворовых территорий и 44 миллиона на развитие городской среды. Мы вправе сами выбрать, куда мы их уложим. Решение такое есть. Это будет бульвар Гоголя. Поэтому в этом году мы начинаем к его строительству. Проект есть с жительными, с общественностью согласованными. Я думаю, что это будет жемчужина в центре города Жевска. В двух словах просто напомните, как это будет выглядеть. Это будет пешеходная зона с красивыми насаждениями. Часть деревьев, которые сегодня в хорошем состоянии, они будут, конечно, оставлены все. И дополнительно будут высажены другие деревья. Будут разбиты цветники, лавочки. Но это прогулочно-пешеходная зона, экологически чистая в городе Жевске. И еще одна федеральная программа, которой я с радостью поделился. У нас есть полигон на Сарапольском тракте, который практически примыкает к границам города Жевска. И Жевск, который развивается. Нам выделили федеральные деньги на его утилизацию. Мы это долго ждали. Мы ежегодно потратили 5 миллионов, чтобы поддержать его в безопасном состоянии. В этом году приступаем. И в течение трех лет это будет тоже экологически чистое место. Я хочу вернуться к теме субсидий на комфортную городскую среду. Станислав Иванович, какие-то условия есть? Что нужно регионам сделать, чтобы, во-первых, попасть в эту программу и в ней удержаться? Вы знаете, что это приоритетная программа правительства Российской Федерации. И очень здорово, что на федеральном уровне заговорили о создании комфортной городской среды. Потому что от этого зависит все. Можно заниматься вопросами транспорта, вопросами экологии. Но когда ты выходишь из дома, выходишь и наступаешь в лужу, то комфортная среда сразу заканчивается. Поэтому здорово, что услышали на федеральном уровне. Впервые за все это время федеральные деньги будут выделены именно на благоустройство дворовых территорий. И создание вот таких пространств комфортных в городах России. Практически все регионы у нас в этом году получат федеральные деньги. Но программа рассчитана на 5 лет. Вот как регион отработает в этом году, каким образом будут эти деньги израсходованы. То есть как он себя зарекомендует. Как себя зарекомендует. В дальнейшем будет зависеть от того, и то, какое участие в следующие 4 года у региона будет в этой программе. Конечно, нам самым главным нужно вовлечь жителей в этот процесс. От них услышать, что бы они хотели видеть. Что бы они хотели видеть у себя во дворе. Что бы они хотели видеть в тех комфортных пространствах, которые создаются в городах. Поэтому и одним из условий, одним из факторов, который будет приниматься и в дальнейшем, это как раз вовлечение жителей в этот процесс. Как обсудить с жителями. Возможно ли участие жителей и бизнеса как раз в самой работе. Не обязательно деньги. Это, возможно, трудовую часть. Вместе выйти и во дворе что-то еще и сделать. Юрий Александрович, у нас налажена такая обратная связь? Да, мы ее запустили. Чем интересно? Ну, во-первых, сумма. Мы сами делали ремонт дворов, и у нас 90 миллионов 101 двор. А здесь 179, уже в два раза больше. Кроме того, предусматривается взаимодействие с жителями, что кроме ремонта асфальта, на который выделены деньги, можно сделать детскую площадку, поставить лавочки. То есть закончено выполнен двор. Для этого предусмотрено софинансирование со стороны жителей по их решению собрания. И в такой же сумме город готов из бюджета города добавить свои средства на благоустройство, кроме асфальтовой территории. То есть сегодня у жителей есть возможность сделать свой двор таким, как он должен быть в современном мире. И мы эту связь запустили сейчас и с управляющими компаниями, и с жителями, и глава районов. Работа ведется. Ну, нам надо отработать оценку баллов, кому вперед, кому больше. У нас еще есть обязательства, мы ведь эту работу делали, и там мы о софинансировании не говорили. Вот этот баланс тоже надо сохранить, потому что то, что мы обещали, мы должны сделать как бы в прежнем режиме. И далее идти вот по такому пути, чтобы вовлечь всю общественность в эту серьезную и важную работу. Станислав Иванович, интересно, вот есть какой-то общий алгоритм, как решать городские проблемы? Или такой единый подход не всегда срабатывает? Вы знаете, на самом деле проблемы у городов схожи. И общего алгоритма, наверное, никто не придумал, но лучшие муниципальные практики, которые существуют в городах, их нужно использовать. Вот, Александр сказал, что иногда не нужно изобретать велосипед, нужно посмотреть у соседа, да, в какой области они продвинулись дальше. Вот для этого у нас ежегодно проходит форум в Союзе Российских Городов, форум лучших муниципальных практик. Сегодня работает интерактивная карта у нас на сайте, на которой можно зайти, посмотреть лучшую муниципальную практику, причем в любом разделе, и дать свою оценку, будете ли вы ее в своем муниципалитете использовать или нет. Ну что же, будем следить за самыми лучшими практиками развития городов. Спасибо вам, что пришли и ответили на наши вопросы сегодня. Спасибо. А это было «Экспертное мнение». Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин